Добрый вечер! 19.05 на часах. Традиционно в среду в нашей студии мы обсуждаем проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Программа «Так и живем» в прямом эфире в студии Ольга Хохлова. И мы начинаем. Сегодня мы разберем сразу две очень важных городских темы. Это последствия снегопада, который внезапно в мае обрушился на Красноярске и итоги субботника. А поможет мне в этом мой гость. Сегодня рядом со мной специалист по связям с общественностью департамента городского хозяйства Светлана Тружкова. Светлана, добрый вечер! Добрый вечер, Ольга. Прежде чем мы начнем с вами разговор, я думаю, что мы посмотрим небольшой сюжет, который подготовили наши корреспонденты. Смотрим прямо сейчас. Снегом сегодня завалило весь город. 20-сантиметровые сугробы на дорогах, тротуарах и во дворах. Стихия сломала десятки деревьев. Некоторые из них повалило прямо на проезжую часть. Другие упали на крыше машины, линии электропередач. Кроме того, на улицах сложилась весьма опасная дорожная обстановка. Многие уже успели переобуться на летнюю резину, ведь буквально пару дней назад в городе было плюс 25. Водителям, которые уже переобулись на летнюю резину, мы рекомендуем воздержаться, насколько это возможно, от поездок именно на данной резине. Соответственно, если вы выезжаете на дорогу, то будьте предельно внимательны. Смотреть под ноги сегодня приходится чаще обычного. На тротуарах слякоть и очень скользко, говорят горожане. Не реже приходится поднимать голову вверх. На крышах немало сосулек. Люди жалуются, коммунальщики их не сбивают. И вообще спецтехники в городе не видно. Нежелательно такой погоды в мае. Нежелательно? Да нет, конечно. Уже деревья распустились, тепло. Мы уже ждали вообще тепла. Ну ничего, мы сибиряки, все переборим. Уже к концу недели снег растает, говорят синоптики. В пятницу они ожидают потеплению до плюс 25 градусов. Итак, тему последствий снегопада мы предлагаем вам обсудить вместе с нами. Может быть, вы знаете, где сломано дерево. Возможно, ветки повредили вашу машину или, например, из-за гололеда вы боитесь выйти из дома. Звоните нам прямо сейчас и рассказывайте свои истории. Телефон прямого эфира 261-62-63. Мы ждем ваших звонков. Итак, Светлана, вот видим снега очень много на улицах города сегодня выпало. Неожиданно, говорят, красноярцы. Техника вообще справляется с выпавшими осадками? Ну, на самом деле, для коммунальщиков вот сегодняшний снег не был такой уж большой неожиданностью, потому что мы видели прогноз погоды. В принципе, синоптики дали нам достаточно подробный прогноз погоды. Кроме того, такой же обильный снегопад буквально накануне вчера прошел в Девногорске, в соседних городах Ванисейске, в Шарыпово. Поэтому, конечно, все были готовы к этому. Ну, еще, если вспомнить прошлый год, то прошлое 9 мая точно таким же снегопадом у нас ознаменовалось. Вот если в прошлом году никто, безусловно, этого не ожидал, то в этом году. И вот даже когда мы переобували технику на весенний режим работы, там это где-то с 15 апреля обычно происходит, в этом году прям все учитывали опыт прошлого года, потому что помнили, да. И переобували не все. Ну, всегда оставляют какой-то запас, но в этом году прям особенно про это помнили. И ДРСП, и СТП, они оставляли запас. И, кроме того, сейчас техника универсальная, и поэтому вот эти агрегаты, которые присоединяются на лето и потом меняются на зимние агрегаты, они, ну, достаточно просто присоединяются. То есть, и поэтому, конечно, с вечера до утра вся техника была готова, около 100 единиц сегодня вышло утром по окончании снегопада, то есть, ну, где-то в половине... Это очень много, мне кажется, зимой даже столько не работает, да? Да, ну, на самом деле, для весеннего времени это действительно много, тем более по зимнему варианту. В первую очередь, конечно, была задача, чтобы проехал основной поток транспорта. То есть, нужно было просто расчистить основные магистрали, где большой поток транспорта, где большой поток общественного транспорта. И вот это была главная задача на утро. То есть, техника шла, разгребала там, грубо говоря, снег по обочинам для того, чтобы поток транспорта прошел. И где-то, ну, к половине восьмого утра, к восьми, вся крупногабаритная техника с дорог ушла, и чтобы пропустить поток. И где-то в одиннадцать все вернулись для того, чтобы вывозить вот все, что... Я думаю, что мы обязательно сейчас продолжим тему спецтехники. Когда она работает, разберемся. Прямо сейчас мы готовы принять первый телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, я Николай. 52-й квартал. Во дворе сломалось дерево от снега прямо на детскую площадку. Хорошо, что детей не было. И машины не пострадали. Месяц назад спилили здесь деревья, но неправильно. Все жители жаловались, но так на это и ничего не пошло. То есть вопрос, когда уберут дерево, собственно, или его убрали уже? Его не убрали. Его не убрали. Когда уберут и куда обращаться? Спасибо большое за ваш вопрос, Светлана. Да, сегодня достаточно много поступало заявок и жалоб от горожан на то, что обломились и ветки, и упали на провода, и деревья сломались. И все эти заявки зафиксированы, все переданы в соответствующие организации. Убирать будут уже в течение суток, потому что сейчас все дополнительные бригады, которые выведены, они обеспечивали такую безопасность, то есть максимально обезопасивали, или как там правильно говорится. Обезопасили. Да, обезопасили те участки, где все произошло вывозом, собственно говоря, веток, деревьев и так далее. Будут заниматься в течение суток и в кратчайшие сроки уберут. Мы, безусловно, запишем ваш адрес. Если эта заявка, ну, вряд ли она где-то еще не зафиксирована, потому что, скорее всего, она уже есть, и ее отработают, безусловно. Что касается обрезки деревьев, то сезон обрезки в этом году уже закончился, и сейчас можно выполнять такие работы только на аварийных деревьях, которые сломались и так далее. Если это дворовая территория, то обрезка там проводилась за счет средств жильцов. То есть заявки отправлялись в управляющую компанию, и на общем собрании, либо по результатам обследования дерева было решено либо проводить обрезку, либо не проводить. Ну, вот в данном случае такая логика была. Ну, прямо сейчас у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Елена. Вот я сейчас слушала вашу собеседницу по поводу вышедшей из техники на уборке улицы сегодня утром. Я проехала с 7 утра до 10 утра практически через весь город, начиная с Октябрьского района и заканчивая Зеленой Рощей. Вообще не было ни одной машины, были коллапсы просто на дорогах, не было ничего убрано, хотя техника должна была убирать еще ночью. Вы посмотрели там перекресток 9 мая около торгового центра планеты, там был просто ужас. Это вообще машины застревали в сугробах на дороге. Ничего. Светлана так весело рассказывала о том, что у нас все хорошо убирается, ничего у нас не убирается. И техники на дорогах вообще не было. Спасибо большое вам за ваше мнение. Светлана у нас очень позитивный человек, это правильно, я считаю. Светлана, давайте вот как раз поговорим о режиме работы техники, да, в какое время суток техника выходит на дорогу. Ну то есть, посмотрите, во время снегопада выводить технику смысла, ну, практически нет, потому что снег падает и, ну, снова и снова, соответственно, как только он утихает, проводится дежурное прометание. Ну, так я уже говорила, для того, чтобы обеспечить поток, проезд, да. Да. И вот сегодня действительно на улице 9 мая и на улице, вот, Кольцо Северного, вот оттуда были жалобы, а больше ни из одного района, ну, практически не было, потому что приехали и из Водников, и из Октябрьского района. Ну, вот это дежурное прометание, оно дало свои плоды. Безусловно, будет разобрана вся ситуация еще раз, да, откуда были звонки, откуда не были звонки. Дорожная техника продолжала работать, потому что снега еще много. Безусловно, то есть, вот вывозить, убирать снег с дорог будут ночью, потому что дорожная техника — это крупногабаритные машины, которые, если еще утром будут мешать потоку транспорта, то у нас вообще никто никуда не поедет, собственно говоря. Поэтому они во время того, как вот люди начинают ехать на работу, основной поток где-то как раз с 7 до 10 уходят, в полвосьмого максимум уходит с дорог уборочная техника. Спасибо. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, это Надежда Икоровна. Мы живем в Воронова, 12. Вы знаете, у нас вот переход здесь возле дома постоянно залит водой. Мы не можем здесь никак перейти. И вот этими железками огородили вот эту всю дорогу Воронова. Невозможно выбрать и даже дорогу, чтобы перейти, а нужно же по пешеходному переходу, а там по колено воды. И постоянно вот такое у нас происходит. Спасибо большое вам за ваш звонок. Ну да, действительно, снег тает, большие лужи на дорогах откачивают воду. Да, тема откачивания, да, у нас традиционно такая сложная достаточно тема, потому что исторически так сложилось, что ливневой канализации в городе, ну, прямо скажем, недостаточно. Хотя каждая новая дорога и каждый капитальный ремонт сейчас сопровождается в обязательном порядке с устройством ливневой канализации. Все проблемные места, в принципе, в городе известны. И откачивающая техника тоже уже готова. Ее 14 единиц. Этой техники, в принципе, достаточно для того, чтобы в рабочем состоянии город держать. И сегодня многие уже видели откачивающую технику на дорогах. В первую очередь, конечно, самые опасные участки откачивали. Но, безусловно, вашу заявку мы тоже запишем и отработаем. Ну, и давайте очень коротко, наверное, обсудим заявок очень много, я думаю. Очень много жалоб и на сосульки, и на снег, и на гололед. Куда обращаться? Куда людям жаловаться? Ну, вот вы знаете, если брать, например, статистику, то я бы не сказала, что это огромный был поток сегодня жалоб. И вот из этой, в том числе, картины мы сделали вывод, что достаточно такая, ну, обстановка контролируемая в городе. Спокойно все прошло, да. Ну, нельзя сказать, что совсем спокойно. Да, все службы работают в усиленном режиме. Но контролируемая, то есть крупных аварий, каких-то происшествий в городе не произошло. Поэтому вот у нас где-то на три часа у меня, по моим, по данным диспетчерской службы 005, было 65 заявок, то есть это не так уж и много. Больше всего, конечно, были обрывы, провисание ливней электропередач, их было 12, сломанные деревья, ветки на проводах 44, и две опоры наклонилось. Ну, то есть для, иногда даже вот когда сильный ветер дует, у нас бывает гораздо больше заявок. Вот, безусловно, к вечеру эта цифра, наверное, выросла немножечко, но, безусловно, они все будут доработаны. Обращаться в 005, правильно? Обращаться в 005, да. Светлана, спасибо большое. Я предлагаю обсудить еще одну тему. Это тема субботника общегородского, который прошел вот минувшую субботу. Прямо сейчас посмотрим, опять же, небольшой материал, а после продолжим. Вот так масштабно под музыку проходит субботник в парке Сипсталь. Убрать территорию, несмотря на кабризы погоды, вышли десятки человек. Весна все растаяла, естественно. А кто будет убирать это за нас? Мы же здесь живем, нам здесь ходить, нам и нашим детям. Убирали горожане набережные, парки, скверы, площади и десятки улиц. Всего собрали 7 тысяч кубометров мусора. Теперь, чтобы вывезти мешки, потребуется больше тысячи камазов. Убрать сразу все пакеты нереально, говорят чиновники. Но если бумажки в городе хоть как-то собрали, то о влажной уборке, говорят люди, власти вообще забыли. После общегородского субботника грязными остались коммунальный мост, Октябрьский, Трисемерки и Четвертый мост. Не помыли ограждения, бордюры и разделительные блоки на дорогах. Пыль осталась и на подпорной стене возле городской администрации. А вот как сами горожане оценили итоги субботника. На окраинах Тельмана, Быковского такая грязь. Это не значит, что город без границ. Там на границах хватает мусора. Люди говорят, двухмесячник по уборке стартовал в городе месяц назад, а результатов почти не видно. Уверяют, в своих дворах готовы прибраться и сами. Но хотелось бы видеть благоустроенной не только территорию около дома, но и на главных улицах Красноярска. Телефон прямого эфира 261-62-63. Звоните, сообщайте, где в городе, например, забыли убрать мусор. Светлана, а мы с вами давайте продолжим. Вот хотелось бы услышать, какие работы в эту субботу были проведены. Потому что люди говорят, не везде убрали. Во-первых, я хотела бы поблагодарить от лица всех городских служб тех людей, которые все-таки вышли на субботник. Их было огромное количество, 81 тысяча практически вышло. Это, безусловно, цифра меньше, чем в прошлом году. Но если учесть, что кто-то убирался на неделю раньше по привычке 22 апреля, где-то во время санитарных пятниц люди участвовали. Поэтому цифра приблизительно одинаковая держится в городе. На уровне 170 тысяч человек выходят в двухмесячник добровольно убирать городскую территорию. Спасибо всем огромное, конечно, за то, что вы чувствуете, что город – это ваш дом. И мы там, конечно, обязаны убираться. Потому что я глубоко убеждена, что если человек убрался один раз на какой-то территории, убрал не за собой, а просто увидел, сколько там мусора, он, конечно, уже и сам лишний раз подумает, прежде чем что-то бросить. И еще и соседа своего одернет, что вот я здесь убирался, ты, пожалуйста, не бросай. Я вот глубоко убеждена, что каждый, даже взрослый человек, вот у него срабатывает такой механизм в голове после субботника и после любой уборки. Поэтому, конечно, всем большое спасибо. Работа была проведена, ну, то есть это уборка мусора. Во время субботников обычно убирают те территории, которые, ну, вот так или иначе, не входят в какой-то реестр постоянного обслуживания. Ну, по тем или иным причинам. Ну, коротко, что это за территории? Парки, скверы? Ну, это территории, нет, нет, это наоборот такие территории, которые, ну, вот редко убирают. Это вот какие-то на рек, на вот возле, мы убирали, например, на тихих зорях, да, вот возле берега. Это места в этом году уже... Где мало люди, наверное, гуляют, да? Да, люди гуляют много, а убираются там мало. Либо они труднодоступны для техники, либо там такая проходимость, ну, у нас же все-таки периодичность, очередность есть, да, в первую очередь. Там, где социальные учреждения, где большой поток пешеходов убирают. А в таких местах только вот по заявкам и в рамках добровольческих акций. В этом году же субботник был в рамках всероссийской акции, экологический субботник. И, конечно, очень много вот именно мест отдыха горожан убрали, таких вот, ну, традиционных, ну, неорганизованных, да, скажем так. Светлана, мы продолжим обязательно эту тему. Прямо сейчас у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какой у вас вопрос? Меня зовут Надежда, я живу в Покровке. У нас люди очень старались, убрали мусор. Лежит этот теперь мусор в мешках, очень много его. И вот эти мешки начинают уже разбрасывать опять. И вывезли. Спасибо большое, очень известная проблема. Светлана, действительно, сроки поставлены, когда эти мешки уже вывезут. Срок поставлен неделя, и огромное количество мешков уже вывезли. И иногда получается следующим образом, то есть мы просим приносить мешки в те места, куда может, ну, грузовая техника приехать, да. И вот вдоль дороги накапливается, едет уборочная техника, убирает, и оттуда, мы смотрим, потом из дворов появляются, там стояли черные мешки, допустим, их вывезли. Раз-раз-раз, зеленые принесли. Ну, прям вот есть такие места. И, ну, это хорошо, люди убрались, конечно, все хотят, чтобы их труд не прошел даром. И, безусловно, коммунальные службы, в общем, будут очень стараться, чтобы вывезти все. Если вы знаете места, где стоят еще мешки, может быть, даже не те, которые бросаются в глаза сразу, да, которые очевидны, а где-то, может быть, в глубине, в два дворах или там в каких-то территориях вы убрали, пожалуйста, сообщите в службу 005, их все, конечно же, вывезут. Ну, и, конечно же, вот очень важная тема, которая была озвучена в сюжете, люди говорят, что не проведена влажная уборка в городе, они помыли мосты, бордюры, да, вот основное, вроде, казалось бы, когда эти работы будут проведены очень коротко. Работы, в общем-то, не привязаны конкретно к субботнику, да, этими работами занимаются не добровольцы, а специализированные предприятия. У них, конечно, есть свой график, он приурочен к двухмесячнику, да, он растянут на вот эти два месяца, то есть они занимаются то одним видом работы, то другим, то третьим, еще очень сильно зависит от погоды все. И иногда такие работы проводятся в дождь, потому что, ну, горожане иногда видят, и им немножко смешно, да, и курьезно кажется, что в дождь моют бордюры. На самом деле, просто вот эта присохшая вся грязь, она в такую погоду легче отстает и отбивается вот этими отбойниками. А насколько я понимаю, вот двухмесячник будет идти и в июне закончится, правильно? До июня, да, до 12 июня. Эти работы до июня обязательно проведут? Обязательно, обязательно, да. Какие-то сроки стоят, нет? До 12 июня все должно быть сделано, да. Замечательно. Светлана, спасибо большое, что вы пришли в нашу студию. На этом все. Свои коммунальные истории пишите нам на Вайбер, Ватсап или Телеграм. Также оставляйте свои сообщения в группе Афонтова, ВКонтакте или в Фейсбуке. Наш номер телефона 285-14-14. Какой станет следующая коммунальная среда, решать только вам. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!